В первый день гонки спортсмены собрались в Лебяжьем. Там им предстояло преодолеть круг 25 километров. Александр Панов решил проехать дистанцию на новом велосипеде. Говорит, это будет настоящее испытание и для него, и для двухколесного друга. Ну это у него первый выезд. Это специализированный велосипед для гонок с раздельного старта. Сегодня будем это пробовать на нем. Трассу в Лебяжьем для гонок выбрали не случайно. Здесь сложный рельеф, есть повороты, а ветер часто меняет направление. Это создает дополнительные препятствия для спортсменов. Но к ним гонщики готовы. Расскажите, что влияет на скорость? Ну одежда, во-первых. Это в любом спорте. Обтягивающая одежда от ветра спасает. Очень много посадка влияет. Если конкретно этот велосипед. Основное на скорость – это человеческое тело сопротивление. Надо это минимизировать. За звание самого быстрого велогонщика боролись около 150 человек. Как профессиональные спортсмены, так и любители. Стартовали раздельно. Раздельный старт – это и есть у нас индивидуально. Каждый спортсмен как едет. Самое маленькое время – это победитель будет. Но 25 километров – это вообще разрядная дистанция. Здесь у нас и по кандидату ехали люди. Это 34 минуты. Круг. Мой организм привык работать в определенном режиме. И я поддерживаю свою жизнедеятельность. Вот это участие в разных соревнованиях. С велосипедом соединила моя работа. Просто это был случай. Приобретение самого-самого обыкновенного, недорогого велосипеда последовало как раз именно к интересу, к велоспорту. То есть начал увлекаться, кататься. Сначала, конечно, у меня был не шоссейный вид спорта любимый. Я катался больше дисциплиной кросс-кантри. Это горный вид спорта. На областные соревнования приехали и гости. Были участники из Белгорода, Воронежа, Липецка, Орла и Донецка. Трасса хорошая, ровненькая. Я не сказал, что она сложная. Прекрасно ехала. Самочувствие классное у меня. Я за себя говорю. А с какой скоростью ехали? Ну, меньше 34 не упадала скорость. Не сбавляли, да? Да. А так до 40-42. Мы в таком режиме ехали. Соревнования делились два дня. Лучшие результаты показали спортсмены из Белгорода, Воронежа и Донецка. Также 18 марта в Лебяжем прошел и этап спартакиады государственных и муниципальных служащих Курской области. Участники проехали дистанцию в 10 километров. В итоге победу одержала команда регионального министерства спорта. В плане передной дистанции с утра как раз таки погода была очень комфортная и трасса далась довольно-таки легко. Несмотря на то, что я не являюсь профессиональными спортсменами и как любитель иногда сажусь на велосипед, сегодня было довольно-таки комфортно и вроде бы неплохо получилось. Мы специально делаем соревнования компактно и совместно блоками для того, чтобы минимизировать количество перекрытий дорожного движения. И следующее состязание не за горами. Курян приглашают принять участие в праздновании Всемирного дня велосипедиста. Массовая гонка пройдет 1 июня. Сбор в парке имени Дзержинского. Зарегистрироваться в качестве участника можно на госуслугах. Надежда Польшева, Антон Латышев. События дня.